Спасибо. Говорят, Москва расширяется. Нас хотят в Москве присоединить, москвичами сделать. А я не хочу в Москве жить. Мне и в деревне хорошо. У нас строго. Это в Москве распущено всё. Путаны там эти женщины за деньги. У нас их вообще нет. Денег. В Москве бардак. Припарковаться негде столько машин. Только припаркуюсь. Городские кричат. Пошёл в Оллок деревенский. Как они узнают, что я из деревни. В общем, сколько не ездил, так и не смог припарковаться на своём комбайне. В Москве скучно, а у нас рыбалка. Всегда с рыбой. Главное правильно лови. А то Серёга Поляков шнур поджёг, а динамит из трусов вытащить не успел. Это хорошо. Он плотник. Он там себе что-то выстругал потом. Какую-то буракину. В Москве бардак. В салонах красоты людям морщины разглаживают за деньги. У нас от народной медицины эти морщины почти бесплатно с лица уходят. От ведра пиво морда наутро, как яйцо гладкое. У Степана он даже сзади морщина ушла. Сам в бане видел. В Москве жёны грубые. Мужик приходит после получки на третий день. Она ему, где деньги? Нету. И по башке сковорода. У нас такого нет, чтоб спрашивали. Сразу по башке. Люди у нас в деревне добрые, отзывчивые, да. У Ивана у нас изба ночью загорелась. Так вся деревня на пожар пришла. Все как один, от мала до велика. На телефоны всё снимали, как он один избу тушил корячерку. Подсказывали ему даже, как правильно корячиться. Вместе всегда легче. Мужики у нас тоже в деревне, все культурные, воспитанные. Выходит из дому, женщину всегда вперёд пропускает. Всё по этикету. Мужик у нас первым на улицу никогда не выйдет. Волков у нас много. А мужиков мало. А гостеприимство у нас какое классное. Англичанин к нам приезжал, Майкл, поохотиться на джипе. Ну, Кузьма Лесник его встретил, отвёз в лес к себе на заимку. Пусть охотится иностранец, нам не жалко. Англичанину, видно, очень понравилось гостеприимство. Он этот, Майкл, уже две недели из лесу не выходит. Мы его видели как-то там в лесу. Стоит, голову склонил, птиц слушает. К дереву привязаны. Ну, привязался, наверное, чтоб там не упасть, не заснуть. Что-нибудь интереснее не пропустить. Мы ему говорим, может, развязать тебя. Он, ест, ест. Мы говорим, ну нет, так нет. Пусть отдыхает человек. А Кузьма на его джипе пока с бабами катается. В его одежде. У нас и снежный человек свой есть, да. Петька, охотник наш, два месяца его в тайге искал, сфотографировать хотел, так и не нашёл. Ну, выпивал, конечно, для сугрева, не без этого. Домой пришёл, дверь открыл, а он у него посреди комнаты стоит. Борода до пупа. Сам синий весь. Глаза узкие, жёлтые. Брови на глазах. Ногти торчат через носки. Ужас! Петька увидел, заорал благим матом, испугался страшно. Ну, а кто б не испугался, увидев такое в зеркале? А молоко у нас какое? Это вам не городское, у нас своё, парное. Утром кружки две молока, выпишем настроение, весь день праздничное, доброе. Не зря коров по сту гоняет на поле конопляное. Он иногда и не хочет туда идти, а они его сами туда тянут. Так, чтоб в город даже не зовите и не поедут. Ещё три года, восемь месяцев и шесть дней не поедут. Вот отсижу свой срок, за то, что на комбании по пьяни сельский клуб с землёй сравнял. Вот тогда только меня тут и видели. Что тут делать в деревне? В городе же там цивилизация, казины разные, таксомоторы, девушки красивые. А что тут в деревне? Сразу в город. И не держите даже. Что тут? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ